Анна Тимофеевна, вот Ваш сын Юрий Алексеевич Гагарин, первый космонавт мира. Какое у Вас было ощущение, когда Вы узнали, что Ваш сын полетел первый в космос? – Какое было ощущение, ну, знаете, ощущение было, мы услышали, вот его жена к нам пришла, сказала, радио было выключено, мальчик учил уроки, в третьем классе учился. Ну, она пришла, сказала, говорит, что радио не выключаете? Я говорю, а что? – Да Юра, говорит, в космосе. – Ну, ощущение такое, что я уже не могла дома быть. – Ну, это Вы знаете сами, это сейчас мы уже привыкли как бы к этому. Нам уже показывали на один раз по телевизору, что такое космос, что такое невесомость. – Ну, я собралась. – Вы ничего об этом не знали? – Да, это же первый человек был. Никто этого не знал, что человек полетит в космос. И вдруг, пожалуйста, передают. Ну, и когда передали, что летает Гагарин Юрий Алексеевич, сомнений у меня не было, что это не он, потому что я у него перед этим была дома. И он при мне отправляться сказал, что я в командировке. Я говорю, далеко, сынок? – Ну, и когда, значит, услышали по радио, у меня сомнений не было, что это не он. И я дома, я говорю, как хотите, вот вам все, я еду в Москву. Потому что у Вали таких две маленьких девочки. Одна только родилась, и вторая еще двух лет нет. Я поеду туда, надо помогать Вале. Поезд отходил в 11 часов на Москву. Времени было в обрез. И мне, Валентин, ехала машина. Он попросил, говорит, довезите, мать, до этого, до станции. Меня довезли. Я приехала на станцию, взяла билет, билет 2,90. Мне дали 10 копеек сдачи и билет. И я, значит, подала 10 рублей и пошла. Ну, это, кассирша, говорит. – Если она кричит, гражданка, 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 деньги. – Она кричит, а потом передала. Она говорит, пусть женщина вернется, она сдачу забыла. Я подошла, она мне 7 рублей сдачи дала. И я пошла в поезд, села в поезд, поезд тронулся, поехали. Ну, и там наши были. С нашего города, они уже слышали, что передавали. Ну, и, видимо, так слух пошел. Я сидела никому ничего, так вот сидела, только за одном уши. И подходит ко мне военный. Пожал мне руку и прослезился, заплакал, ушел. Больше ничего не сказала. В Москву приехала. Слышала в электричке, что передают, значит, вот так и так. – В Можайске ты рассказывала, уже узнала, что благополучное приземление. – Да, это я узнала, нет. Да, в Можайске я узнала, что приземлюсь и благополучно. На Ярославском вокзале села в электричку, ну, и слышу, люди разговаривают, что, мол, вот так и так. Биографию ее говорят, его. Ну, а я вот так сижу потихоньку, вот так и говорю, там, сама с собой. Значит, я говорю, это мой сын, потихонечку. И соседи меня услышали. Как, говорит, я говорю, да так. А чем вы можете доказать? Я говорю, а чем я? Я не буду и доказывать. Чем я могу доказать? Знаю, что у него две дочери. Одна, я говорю, при мне, я привозила Валю с роддома, с девочкой. А как девочек звать? Я говорю, одну Леной, а вторую еще при мне не назвали, потому что Юра была в командировке, ее не назвали. Ну, значит, мы остановим поезд, там качать то, другое. Я говорю, ну, вы остановите поезд, а я сяду на второй поезд, все равно ничего не надо. Зачем это? Это не я совершила подвиг, а сын подвиг совершил. И так приехала на Чкаловскую. Они тогда жили на Чкаловской. Там народу окружили, корреспонденту, ой, весь дом был окружен. Ну, я поднялась на пятый этаж, и они за мной бегут. Это он, говорит, две капли воды, он на мать походит. Это мать. Ну, я позвонила, мне открыли, говорят, идите скорее, это у вас тут корреспонденты. Ну, вот, приехала в Москву. Валя была, приехала к ним, Валя была в Москве. Потом вечером я за Леночкой сходила, и меня уже вечером возили в часть к ним туда, где он работает, где готовились они. По телефону соединили меня с ним разговаривать. Разговаривала там. Да, ну, тогда что я могла говорить, у меня и так все трясло, волнение такое. Ну, как, говорит. Я говорю, да так вот, приехала уже сюда. Ну, что, наверное, говорит, вы там покричали. Да было дело, ведь ты поехала, полетела. Я говорю, такие маленькие дети. Ну, ладно, все совершилось, говорит, хорошо. Ну, слава Богу, когда все хорошо. Анна Тимофеевна, вот Юрий Алексеевич вам писал письма, очень много писем. Что он вам в них писал? Он писал часто очень письма. Письма всегда писал очень хорошие, теплые письма. И в школе, вот, в ремесленном училище учился, он очень часто писал. В Саратовском индустриальном технике учился, тоже очень часто писал. Писал часто письма, когда в училище, в училище военном, авиационном учился, тоже очень часто писал. И когда уже он поехал работать на север, с севера часто писал письма. В общем, он письма очень часто писал, и письма были всегда очень теплые, очень хорошие письма. Он писал, что, вот, мол, далеко нахожусь от вас, жалко то, что не могу помочь на огороде поработать. Вот, и вообще он очень... А так хочется поработать на огороде? Да, и вообще он очень хорошее письмо писал. Вот вы, детки, выучитесь, разлетитесь по разным сторонам, не забывайте родителей, пишите им чаще письма. Это для родителей очень дорого и очень приятно получать от детей письма. Да, по-прежнему, забросила судьба. Да. Пишите родителям как можно чаще, как можно больше. Хотя бы минуту у вас была свободного времени, пишите домой письма. Это так приятно получать. Не дожидайтесь, что родители вам пришлют, сами чаще пишите, намного лучше и приятнее будет. Да. Анна Тимофеевна, какие качества в характере человека вы более всего приветствуете? Какие качества? Доброту, смелость, мужество. Это каким был Юра. Он был очень смелый, был очень добрый с самого маленького детства. Он в школе учился, всегда старался помочь отстающему товарищу. Заступался, когда кто-нибудь обижал человека. Не давал в обиду у них, когда младшего и слабого человека. Я вам задаю вопрос, потому что хочу сравнить качество, характер своих друзей с теми качествами, которые вы более всего предпочитаете видеть в людях. И мы будем стараться быть такими, как ваш сын Юрий Алексеевич Гагарин. Ну вот я говорю, он был очень смелым, очень добрым был. Он всегда старался помочь, который товарищ отстает. Он всегда старался помочь. Учился он всегда отлично, хорошо учился. Ну и старался, чтобы все учились хорошо. Ведь тогда трудное было время. Сейчас вот вы все обуты, одеты, на вас приятно смотреть. А тогда ведь дети, в послевоенное время было тяжело жить. Учились, не было ни хитрадей, ни учебников, ничего не было. А он упорно трудился, он учился очень хорошо. Всегда дома он, у него такое качество было, он всегда старался дома помочь. Матери, отцу, брату, если у брата что-нибудь. Он всегда старался помочь. У него всегда находилось время на все. Анна Тимофеевна, каждый человек в жизни встречается со трудностями. А вот вам кто помогал в трудные минуты? И в чем вы видите настоящую поддержку? Ну, кто помогал? Дети помогали. Это как понять трудную минуту? Во время детства матери или уже... Это вообще вот как, детей воспитывали. Нет, вообще уже, когда вы были дети. Вот, помогали дети. До войны эти были повзрослей. А Юра был еще небольшой. Они, вот, дочка за ним присматривала. А Валентин во всем мне помогал. А в трудную минуту, когда было тяжело. И муж помогал. Бывает же так, что вот, чего-нибудь задумаешься, тяжело. Он тоже помогал. Ну, это как бывает всегда, в большей части, в крестьянских семьях, что старшие всегда помогают младшим, помогают родителям. Помогают также и в воспитании своих младших братьев и сестер. Так нам приходилось... Сестре своей, конечно, больше приходилось... Это... С малышами. С малышами управляться. Даже приходилось такие моменты, когда мать была в поле. Она, бывало, берет Юрия. Он вообще сама была маленькая. И тащит туда, кормить в поле. Даже были такие, что не посмотрят, как его взяла. Иногда случалось, что даже вниз головой несет его. Несет на руках. Семилетний ребенок. Ей самой семь лет было. Она сама была тоже небольшого росточка. Да, семь лет была. Ну, а мне приходилось больше матери помогать. Это на свиноферме. Она работала заведующей свинофермой. Приходилось возить сыворотку с молзавода. Вот и другие продукты для свиней. Для того, чтобы свиней кормить. Для того, чтобы свиней кормить. Стадо в колхозе было большое. Вот так помогали родителям. Валентин Алексеевич. Вот нас три брата. Саша, я, Коля и Сергей. Он за хорошую учебу поехал в союзный пионерский лагерь Орленок. Мы вместе живем, дружим, хорошо учимся. Валентин Алексеевич, как нам сохранить свою братскую дружбу навсегда? Ну, тут первым долгом для того, чтобы сохранить вам дружбу, надо уважать друг друга. Помогать друг другу. Помогать друг другу. Конечно, могут быть и ссоры. Это, безусловно, вполне естественно. Но надо их переносить не со злобой, а лучше с какой-нибудь шуткой. Ну, бывает, что-нибудь поспорили. Один уроки не выучил, второй там ложку нету взял. Надо все-таки быть сюда как можно сплоченней. Помогать один одному. Не только в учебе, но и по дому. То, что не можете сделать по дому, там младший может сделать по старшей. Помочь родителям. Чтобы у вас была всегда взаимосвязь. Чтобы вы не могли один без одного никогда обойтись. Чтобы вы всегда были все везде вместе. Но если уж вас кто обидит, ну, тут тоже сдачи надо давать. Иначе удачи не видать. Чтобы быть один за одного. Но зато будет у вас нерушимая дружба. Ведь во время войны были такие танковые экипажи. Когда все двое братьев или все три брата. А то был даже один экипаж полностью братьев. Танковый экипаж. И они все были. Если один погибал, заменял другой. Ну, никогда не обладали, не теряли самообладание. Всегда у них была... Один за одного выручали в трудных условиях. И помогали друг другу. Так и вам надо. Вручать и помогать друг другу. Никогда вас эта дружба не иссякнет. Анна Тимофеевна, на улице Гагарина, где вы живете, каждый год очень много зелени. Весной пионеры и комсомольцы сажают деревья и кустарники. Я уже тоже посадил несколько деревьев. А вы за свою жизнь много посадили деревьев? Много. После... Как мы приехали в город, деревьев не сажало, деревья яблони сажало. А потом после, ведь здесь все было разрушено. Деревья все рощи свели, немцы, фашисты. И мы сажали много очень елочек. Вот здесь, к черногубцам, очень много сажали. Ну и сад здесь сажало. И сажало яблони. Не яблони, уже сажали мы деревья. Вот были в Латвии, в Юрмале. Там всей семьей мы были. Там сажали деревья, нам дали дубки, по-моему, мы сажали. Любые, да. Вот. Теперь сажало деревья в 78-м году. Была в Черкасской области. Ну, ездили там в школу сажали, березки ездили. У них большое, огромное поле было отведено под сад. Как мы на Каневу ехали. Сажали в космический сад? Нет, это другое, я расскажу, космический сад. Вот. Это по дороге в Канев там. Ну вот, там сажало дерево. А потом в 78-м году, мне было 75 лет, и приезжал оттуда корреспондент. Привозил яблок, ящик хороших. Ровесник Гагарина выведен у них сорт на Млиевской станции. И мы эти яблоки кушали и семена собирали на кухне. Был Алексей Архипович Леонов. Много было космонавтов на дне рождения. И вот этот корреспондент подходит, Владимир Григорьевич Чищенко. И, значит, говорит, давайте эти семена попросим Алексея Архиповича. Может, он передаст их в космос. Мы их собрали, Алексею Архиповичу сказали. Алексей Архипович говорит, вот это идея. А вот, говорит, мы будем посылать скоро в космос. И я, говорит, им передам. И он передал эти семена с яблонь в космос. Полетели тогда, летали 175 суток. Эти семена в космосе проросли. И они их, когда, значит, приземлились, или в корабле, может, прислали в этом транспортном, ну, в общем, они их передали, свезли туда, на эту, на станцию намлиевскую. И там их вырастили. И вот они уже вот такие вот были. Нынче, вот, в 80-м году присылают мне письмо и Валентину, чтобы мы приехали, посадили там дерева. Это космические сады. На Малиевской станции. Поехали мы туда, там, значит, нам показали. Вот эти вот яблоньки уже вот выросли в космосе. Ну, и я там тоже сажала яблони. И мне там присвоили звание почетный садовод Малиевской станции. И значок такой же дали. Удостоверение дали. Вот. Много. Я деревья за всю, за свою жизнь очень много сажала. И я люблю деревья, люблю зелень, люблю сад. Вот у нас вымер сад в 79-м году. Ну, мы опять посадили. Опять. И вот, что интересно, вот эти семена, которые побывали в космосе, 85% проросли. Да только 5 семечек только не проросли. Вырастили яблоньки, которые сейчас сажали, посадили, значит... Они называются космический сад. Космический сад, да. Ну, когда после войны здесь я прибыл с армии, здесь тоже много сажали. Вместе с Юрой сажали. Даже вот посаженная Юрой сирень сейчас растет возле музея. Когда реставрировали музей, эту сирень сохранили, и она сейчас как раз на углу растет. Так что деревьев сажали очень много. Это очень хорошо. И вам тоже желаем, чтобы вы много сажали деревьев. И вообще деревья, это же красота. Анна Тимофеевна, я знаю, что Юра Алексеевич Гагарин очень любил стихи и очень любил свою родину. Поэтому я хочу сейчас рассказать вам стихотворение о родине. Оно называется «Что может быть милей родного края?» Пожалуйста. Веча испуганной толпой собрались на пригорочке несмело и тихо шепчутся над светлой рекой. Что может быть милей полей пшеницы и неба голубого над землей, В котором маленькая жаворонок птица вдруг станет пробовать свой голос молодой? Что может быть милей тихих и вплакучих, купающихся в зеркале воды, Всей родины, великой и могучей, которую любил не только ты? Если на чужбине мне придется жизнь проводить, я одного боюсь, Что сердце от печали разорвется, как только я услышу слово «Русь». Что может быть милей родного края? Все может быть, я по себе сажу, признаюсь откровенно, я не знаю, И больше ничего вам не скажу. Спасибо. Молодец. Молодец. Очень хорошее стихотворение. Молодец. Валентин Алексеевич, у каждого человека в жизни есть своя цель. У меня тоже в жизни есть цель. Но для достижения цели, намеченной, нужны такие качества, Как сила воли, настойчивость. У меня этих качеств, кажется, не хватает. Вот какой вы мне можете дать совет? Ну, совет здесь может быть просто один. Не искать для себя каких-то привилегий никогда. Не оправдывать в душе самого себя. А быть более настойчивым и всегда стремиться к той цели, которую ты поставил перед собой. Вот я тебе скажу такой пример о Юрии. Когда я ему сделал первый планер, он полетал. Ну, естественно, быстро в компании ребята его сломали. Потом вторично мне каждый раз уже делать планер было невозможно, и времени не хватало, то он начал сам делать. Первое время, конечно, долго у него не получалось. Но он добился того, что у него хватило силы воли, добился того, что сам и сделал. Теперь второй случай приведу. Он играл в духовом оркестре на трубе. Долгое время у него это не получалось. Но на брат у него хватило силы воли, и добился того, что он стал играть на трубе. Ну, коротко то скажу сам про себе. Я курил. И курил довольно-таки много. Мне не хватало двух пачек беломору. Я, значит, поставил перед собой задачу бросить курить. И в один прекрасный день все забросил в мусорное ведро и не стал курить. Вот этом и вы добиваетесь силы воли. Так что надо вырабатывать из себя такие черты, чтобы быть полезному советскому обществу, преданному родине своей. Это самые хорошие качества. И учиться отлично, хорошо. Не надо запускать учебу. Сегодня не доучил, завтра не доучил. Значит, уже плохая отметка. Анна Тимофеевна, у меня есть собака. Ее зовут Тишка. А вот каких животных больше всего любил Юра? Юра всех животных любил. Потому что он рос. У нас было и коровы в деревне, были овечки. И вообще он всех животных очень любил. И когда уже после полета приезжал к нам, у меня курочки были. Вот. И даже уже Леночка и Гаря всегда с курочками ходили около них. Им очень нравилось. И сейчас у них тоже есть собака есть. Есть попугай. Они очень любят. Юра им привозил белочку. Они очень любят животных. И я тоже очень люблю животных. И все мы, все дети у меня, все животных любят. Потому что это ж наши помощники. Вот и сейчас у матери есть собачка. Тобик. Которую еще... Которая злая. Злая, да. Идут ко мне, когда ребята вот с этой же школы, с первой огорода обрабатывают. Говорят, ребята, не подходите, собака укусит. Потому что она привезная. Она привезет, она злая. А когда-то рвется, вот тогда бегает, никогда не укусит. Тогда не тронет. Анна Тимофеевна, любил ли Юрий Алексеевич музыку? И как вы относитесь к музыке? Любил, конечно, музыку. Юра очень любил. Он даже участвовал в духовом оркестре в Доме пионеров. Участвовал в художественной самодеятельности. Вообще он очень любил музыку. Он все у него кругом успевал, любил. Ну, и я, конечно, музыку люблю. Как же музыку не любить? Без музыки нельзя жить. Субтитры создавал DimaTorzok Вот мое пожелание вам, ребята. Отличной учебы. Старайтесь учиться. Старайтесь выбрать профессию, какая вам нравится. Силу воли вырабатываете. Это в ваших руках. Вы сами можете взять себя в руки. Вот хочется сегодня сбаловать. Нет, не буду. Значит, все. Не стал, стал учить уроки. И двойку не получишь. Вот. И желаю всем ребятам, чтобы все были хорошие. Какая, значит, не была бы профессия. Профессия, специальность у нас для всех. Все хорошие. Ну, главное, вырасти сам, настоящим человеком. Настоящим человеком для Родины, чтобы был. Ну, а Танечке можно пожелать хороших-хороших успехов в музыке. Наташа. Наташа, да. Наташа. Чтобы закончила школу музыкальную, потом училась дальше. Да, она очень хорошо играет. Играет очень хорошо. Ну, а тебе уж, малышка, обязательно надо быть космонавтом. Обязательно. В каком классе учиться-то? В первом. В первом, да, обязательно. Ну, это уже на Марс лететь. Да, тогда уже к другим планетам полетят. К тому времени, пока ты учишься, институт окончишь, как раз к другим планетам полететь. А поэту это... А поэту это... На Марс уже не успеет. Почему? Ну, на Марс... Ну, еще неизвестно, успеет. Он раньше полетит. Быть поэтом, сочинять хорошие стихи. Вентин Алексеевич, подпишите мне, пожалуйста, книжку. Давайте. Как тебе писать или всем братьям троим? Всем братьям. Всем братьям. Всем братьям.